Всем здравия! Я Елена Андреева. Это программа «Пространство женщин». Тема нашей программы – «Посылайте друг другу любовь». И я рада в очередной раз представить вам мою собеседницу, мастерицу по традиционным народным куклам, замечательную женщину Наталью Задонскую. Здравия, Наталья! Здравствуй, Леночка! Здравствуйте, слушатели! Я очень рада, что «Пространство женщины» приехало, пришло на мою выставку. Я очень рада вас видеть. Наталья, тема нашей программы «Посылайте друг другу любовь» и название выставки одноименно. Расскажи нашим слушателям о выставке, о том, что здесь происходит, произошло и почему. Посылайте друг другу любовь именно. В оформлении моей выставки, я даже скажу, что это не моя выставка, а это наша выставка, потому что в оформлении выставки принимали участие мои друзья. Они написали стихи, сказки, сделали фотографии. Это Роза Шорникова, поэтесса Владимир Руднев, писатель, автор приключенческой серии «Остров Лог» и сказочной серии «Агриллион» Анна Бахметьева. А фотографии сделала Полина Труханова. И свою любовь к зрителям, к слушателям, к миру мы посылаем через куклы, через стихи, через сказки, через фотографии. Посылайте друг другу любовь. Пусть не будет этой работы в понедельник или в субботу. Посылайте её без слов, без особых на то причин, без надежды на благодарность. И для женщин, и для мужчин. Посылайте её как данность, без которой нельзя дышать, без которой и нас не будет. И сумейте любовь принять то, что нам посылают люди». Эти замечательные стихи написала Роза Шорникова. И я, когда прочитала эти стихи, я увидела свою куклу, куклу-птицу-радость. Вот птица-радость, мне очень нравится образ женщины, женщины-птицы. На голове у неё платочек, сделанный как головка птицы, сзади у неё крылышки. То есть у женщины полёт, да, и у женщин даже был такой сарафан, раньше русский, со шлейфом. Как бы хвост такой, да, для полёта. Она была похожа на птицу. И в руках у куклы она держит птичек. Но это моя вот любовь, которую я посылаю своим слушателям, зрителям, всем людям, с миру. Вот такая вот у меня получилась внутреннее моё состояние и куклы, и вот это стихотворение. И мне очень понравилось вот это стихотворение, когда первые строки «Посылайте друг другу любовь». Я вот поэтому назвала эту выставку «Посылайте друг другу любовь». То есть мне очень нравится, что всё, что сделано с любовью, мы посылаем в мир. Замечательно. Наталья, вот идея выставки обычно приходит тогда, когда накапливается уже определённый творческий багаж. Куклы, идеи, вдохновение. Твой багаж творческий, твоя коллекция кукол. С какой куклы началось? Ну, это было, наверное, лет 10 назад. Моя знакомая подарила мне маленькую-маленькую куколку. Называла... Это куколка на счастье. Ну, многие знают её. Это такая кукла с длинной косой. Вот. Конца... Это длинная коса женщины. Чем длиннее волосы, тем сильнее женщина. Это связь с родом. И вот, когда мне моя знакомая подарила эту куколку, она мне сказала, что эта куколка меняет судьбу. И я ещё тогда удивилась. Ну, думала, что можно изменить в моей судьбе. Потом пошла на первый мастер-класс. Сделала куклу. Она до сих пор у меня живёт. Я её очень люблю. Она, может быть, не такая красивая, но, тем не менее, в общем-то, она до сих пор у меня есть. И вот как-то я с той куколки, она мне такой сделала дорожку, наверное, в кукольный мир. Вот эта вот куколка маленькая на счастье. А эта выставка «Посылайте друг другу любовь» началась тоже с какой-то определённой куклы? Вот идея пришла создания этой выставки. Или же это уже были готовые куклы? Да, это были уже готовые куклы. Ну, я сначала, когда мне предложили сделать выставку, ну, думаю, я вот покажу куклы. Ну, мне хотелось, чтобы ещё что-то было. Вот, ну, красивые стихи. Я начала просить у знакомых, чтобы они мне написали сказки, стихи. И так вот мои знакомые, они вот, Владимир Руднев написал «Десяти куклам сказки». У меня есть их «Десяти куклам сказки». Мне очень созвучны стихи Розы Шорниковой. То есть эти стихи настолько отражают мой внутренний мир. И я вот очень, у меня прям вот возникает такая ассоциация стихотворений, вот которые, да, и кукла. Поэтому вот она и возникла, эта идея не только показать кукол, но и кукол и со стихами. Рассказать историю, может быть, историю даже каких-то наших традиций, которые были вот у нас на Руси, в нашей стране раньше. Вот оно как-то, знаешь, всё само сложилось. И я очень рада, что я так посмотрела, посчитала. У меня семь человек, семь человек моих друзей помогали в организации этой выставки. Даже мне иногда, я не очень хорошо что-то пишу, да. Я обратилась к своему знакомому, он, вот, Володя Матющенко, он работает в издательстве «Вечи». Да, я его говорю, Володя, помоги мне, пожалуйста, текст написать. Он всегда такой занятый, и всегда у него очень много дел. Но вот он, когда обратилась, он отложился свои дела и помогал мне тоже. Поэтому я очень рада, что эта такая выставка, она не только моя, но и моих друзей. Художественно-поэтическая выставка. Выставка «Содружество и сотворчество». Да, сотворчество. Самое главное – сотворчество. Вот такая кукольно-литературная выставка получилась. Ну и давай наших слушателей познакомим с участниками этой выставки. И с чего мы начнём? Ну, начнём, конечно, с богини Макошь. У меня есть такая кукла. Может быть, она немножко не похожа на богини, она скорее похожа, может быть, на девочку. Но тем не менее, я её назвала богиня Макошь, потому что богиня Макошь, она плетёт наши судьбы. В руках у неё клубочек и велетино. И у неё есть две дочки. Богиня Доля – это младшая дочка Белокура, которая вплетает в наши судьбы золотые ниточки. И старшая – это богиня Недоля. Вот когда человек нарушает законы космоса, законы мироздания, богиня Недоля посылает ему испытания. То есть в результате испытаний человек становится мудрее, он становится сильнее. Поэтому все испытания тоже нужно принимать с любовью и с радостью. Потому что мы всё-таки пришли на Землю, в наш мир ещё для того, чтобы духовно расти. И вот эти испытания – это как раз наш такой духовный рост. Поэтому у меня и возникла такая идея куклы, вот этой вот богини Макоши. Получается, Макошь – это зерно, изюминка твоей выставки. Это именно Макошь, да? Ну да, всё-таки потому что Макошь покровительствует творчеству. Поэтому, естественно, всё-таки я думаю, что Макошь – это основная кукла, которая есть на выставке. Переходим дальше. Следующую куклу, о которой мы расскажем. Ну, это моя любимая, наверное, тема. Это кукла Берегини. Потому что мне очень нравится эта тема, потому что, наверное, мне всё-таки хочется донести до слушателей, что каждая женщина – это Берегини. Она наполняет пространство любовью, несёт свет, тепло в дом. Если женщина делает работу в доме с любовью, то её дом наполняется радостью. Из такого дома не хочется уходить. Если женщина готовит пищу с любовью, то меняется структура ведь пищи. И такая еда, она лечит. И поэтому я тоже, наверное, одна из моих любимых кукол – это кукла Берегини. И мне очень понравилась, неожиданно пришла ко мне вот эта молитва славянская, когда женщина обращается к богине Макоши и просит у неё сплести ей судьбу счастливую. Очень мне эта молитва очень нравится. Великая Мать, из хаоса ты придёшь в нити жизни, и в хаос всё обращаешь в свой срок. Молю, сплети мне судьбу со счастливой звездою. Молю, дай мне сил, чтобы исполнить свой урок, понять и простить, и принять, как возможность по жизни нести твой урок. Сотворчество с высшим. Вечность мгновенно, и миг просветления, всё нити судьбы, всё звенящий исток, тобою для нас заповедован навеки. Молю, дай понять сокровенные дали. И с хаосом мысли мне сниз пошли. Служить сотворению великого блага, покоя на сердце и света внутри. Замечательные просто строки, когда женщина обращается с такой молитвой к богине Макоши, просит и сотворчество, и покоя на сердце, и света внутри. То есть очень хочется, чтобы наши дома наполнялись счастьем, любовью, светом, радостью. И что очень многое зависит от женщины, чтобы женщина всё-таки поняла своё предназначение, что она плетёт сама свою судьбу, как богиня Макошь. Макошь, она ей только помогает, она направляет. Но вот этот маленький мир творит своё пространство. Да, да. Как ты творишь своё пространство, так и женщина творит своё пространство в доме. В доме для близких. Да, для близких, для родных. Поэтому это такой образ тоже мне очень такой близкий, знакомый. Я о нём часто говорю во многих передачах. И поэтому вот и кукла такая получилась, она тоже хлеб. У нас была передача о хлебе тоже, когда женщина печёт с любовью хлеб. Тоже и кукла держит. Да, и ты рассказываешь о своих куклах, о своей выставке с большой любовью. И это очень чувствуется. И чувствуется, что это твой мир. Мир, в котором ты живёшь. Да. Мир, в который ты вкладываешь свою любовь. В который ты вкладываешь свои мысли, желания. Расскажи об этом. Но кукла – это действительно мой мир. Я их делаю с большой любовью. У меня даже, знаешь, как сейчас вот неожиданно пришло, что я их даже стала видеть. Вот мне попросили сделать козу, моя знакомая. И я её вижу в пространстве. И вот эта коза, она меня начинает теребить. Ну, сделаешь же, наконец, меня, чтобы вот её как бы привести в этот мир. Ещё у меня появился тоже вопрос с бабой и геей. Их настолько сейчас вижу, что вот мне их обязательно нужно привести в этот мир. Поэтому куклы я делаю всегда с большой любовью. Они как дети рождаются у тебя. Да, да, в наш мир. Да, точно. Очень хорошее сравнение. И я вот у меня, знаешь, вот 10 лет делаю. У меня есть минутка. Вот наступает миг, когда я делаю куклу. Я вдруг под пальцами чувствую, что кукла становится живая. Я чувствую её тепло. Идёт вот какой-то ответ от куклы. То есть кукла как будто оживает. И для меня всегда это вот какое-то чудо происходит. Потому что вот я всегда вроде знакома с этим мигом. Но всё равно происходит вот этот момент. Вот это для меня чудо. Когда ты вдруг под руками начинаешь чувствовать, что куколка становится живая. Я понимаю, что она наполняется моей энергией. Я всё прекрасно понимаю. Но вот это, как кукла становится живая, это всё равно вот мир такой. Вот миг волшебства для меня. Возможно, это не только твоя энергия. Возможно, это та энергия, которую ты просто проводишь и даришь. Твои куклы получаются поистине волшебными. Ну, я надеюсь. Нет, но, конечно, когда я начинаю делать куклу, я всегда прощаюсь к богам. Я прошу, прощу рот его небесный, помоги. Не моими силами, но твоими. Пусть всё это исполнится. Понятно, я уже такой, наверное, проводничок вот этих энергий, которые, надеюсь, в общем-то, которые мне даются вот свыше. Я знаю, что у тебя даже есть стихотворение, которое тоже тебе твои друзья написали, да, о твоём вот этом мире кукол. Да, это вот написала Роза Шорникова. Вот просто настолько это мой мир, вот я настолько вот, все слова отражают моё внутреннее состояние. Каждый строит свой мир по своим чертежам. Каждый лепит тот образ, что выдумал сам. Мир желаний, мир тела, души и тепла. Мир, в котором когда-то ребёнком была. Я рисую свой мир, очертаниях руки. Да, ещё кое-где не просохли мазки. Дорогие мои, заходите смелей, не волнуйтесь. Здесь всё под защитой моей. Только очень прошу, не разрушьте шутя этот маленький мир, что построила я. Такие замечательные стихи написала Роза Шорникова. И вот они действительно говорят о том, что да, я ещё, может быть, не достигла того совершенства. Я не такой мастер, может быть, только это мои первые такие штрихи. Мне, может быть, ещё нужно наработать над многим и учиться у других мастеров. Но всё равно это уже мой маленький мир. Я очень прошу, чтобы другие люди своим словом не обидели, не разрушили мой этот мир. Я слышала, что энергия любви настолько сильна и настолько пространство любви очищает, что даже самые сильные любые негативные какие-то проявления, они к любви растворяются. Поэтому я думаю, что твоя любовь, она всё равно чище. Ещё о каких куколах? О чём ты ещё хотела рассказать? Ну, мне вот ещё очень моя куколка, она нравится. Она появилась вдруг неожиданно. Мне и так неожиданно. Это было летом. Я была в Псковской области. Я утром вышла из дома и увидела тысячелистник. Да, я сорвала маленький букетик. И тут вот прям у меня возник образ куклы. Я взяла мешковину, сделала ей платье, сделала веночек. И как раз прям вот опять же строки стихов Розы Шорниковой и вот эта кукла и её стихи, они как бы вот это показывает мой внутренний мир вот именно в тот момент. Мне просто очень нравятся эти стихи. И моя кукла, они мне кажется настолько вот они созвучны. И то состояние, в котором я была. Вот бы мне проснуться рано-рано, зачерпнуть пол неба синевы, скинуть покрывало из тумана серебристой молодой травы, нанизать горошин керосинок, на цветов прямые стебельки, кружевные нити паутинок завязать в тугие узелки. Я бы могла немного покачаться на качелях белых облаков, помогла бы в солнышко подняться из рассветных розовых шелков. Вот ещё одна кукла. Кукла, вообще её название семья, но мы её назвали матушкой. Матушка – это кукла, которая сделана на полине, берёзовом полине, а в руках у неё куколки, ой, не маленькие куколки, но это детишки, да, и она как взяла их в руки, как бы создала обережный круг, и они находятся под её защитой. Вот, и мы знаем, что женщина, она опять же берегиня, она берёт под свою защиту детишек, она берёт под свою защиту мужчин. И я тут недавно даже прочитала, что когда женщина берёт под свою защиту и в свой обережный круг мужчин, то ей даётся сила на это. Боги дают ей силу, чтобы она оберегала мужчину. Я вспомни, когда мужчина ушёл на войну, а женщина что делала? Она молилась. И сила молитвы была настолько велика, что пуля изменяла траекторию. Если женщина молилась за мужчину, и мужчина оставался жив. Вот такая кукла замечательная. А мужчина это чувствовал и выразил один мужчина даже в стихах. «Жди меня, и я вернусь». Только очень жди. Великолепные стихи. И ещё вот опять же мы можем с тобой поговорить о берёзе, да, это воплощение богини Лады, да. То есть женщина всегда может подойти к берёзе, свои ручки растереть, да, приложить ладошки и попросить у берёзы, что она может попросить? Любви и счастья. Женской доли. То есть всегда нужно с берёзой... Берёза – это наполняющее дерево для женщины, да? Да, очень мощное, сильное, женское дерево. И вот эта кукла сделана именно на берёзе. И ещё рядом у меня кукла «Птица радость» ругает немножко, вот. Просто мне очень хочется ещё прочитать стихи. А, ещё вот к этой кукле, да, если вернёмся мы к матушке, то ведь когда женщина обязательно пела колыбельную, своим деткам она пела колыбельную, вот, чтобы женщины не забывали, чтобы они почаще в доме пели. И пели колыбельную. Я вот когда искала, да, мы искали сначала название, как назвать эту куклу, а потом искали колыбельную. Ведь столько количества колыбельных, и такие там строки необыкновенные. Вот. Спи, детятка, почивай, свои глазки закрывай, ходит сон по сенечкам, дрема под окошечком, а как сон-то говорит, я скорее усыплю, а как дрема говорит, я скорее дремлю. Такие вот, я не знаю, какие-то у меня прям вот ласковые, нежные. Мне кажется, вот это вот такая колыбельная. И опять же, вот мы можем посмотреть на куклу-птицу радость. И тоже вот уже Анна Бахметьева, она мне написала кукле птицы радость такие строки, чтобы скорее нам призвать тепло весны. Птица радость к нам приходит в сны, манит птиц, чей гам пугнет снега, солнце выйдет, озарив луга, и заглянет лучиком в наш дом. Птицу радость, обнаружив в нем, будет в доме мир и благодать, будут птицы за окошком щебетать. Очень красиво. Да, замечательные стихи. А теперь вот тоже две куклы. К этим куклам написал стихи, сказки, даже сказки в стихах Владимира Роднева. Это кукла-пеленашка, кукла-помощница, кукла-каша. Вот пеленашка вроде такая простая куколка, ну что, взял, свернул, скатал из ткани, скруточку сделал, подеялко завернул. Но какая вот сила в этой кукле, какое значение, смысл заложен в этой кукле. Просто удивляешься той мудрости, мудрости наших женщин, мудрости наших предков, потому что выставка же еще называется «Кукла наших предков». Вот обычная куколка. Можно опять же поговорить об этой кукле. Женщина, когда ждала малыша, она делала этих куколок, причем делала не одну, а даже несколько. А папа делал колыбельку. И еще до рождения ребенка мама клала вот этих куколок в колыбельку. Для чего? Вот казалось бы, такую простую куколку она делала. Оказывается, вот смотрите, женщина, когда ждет ребеночка, ребенок находится в ее энергоинформационном пространстве. То есть 9 месяцев ребенок находится рядом с мамочкой. Он находится под ее защитой. Он чувствует ее любовь. И когда он рождается, мама его кладет в колыбельку, и вдруг он не чувствует рядом маму. Он не чувствует ее защиты. И он иногда начинает плакать. И мы еще удивляемся, что он плачет. Может, кушать хочет. Может быть, ему там холодно. Да он просто не чувствует мамы. Он не чувствует ее защиты. И вот чтобы чувствовать рядом с собой маму, мама и создавала этими куколками вот это энергоинформационное поле. Я даже вот мне недавно молодая мамочка одна сказала, что я брала свою старую кофту и тоже клала ее, эту кофточку, в колыбельку. Потому что ребенок, когда лежит, он чувствует запах от этой кофточки. Он чувствует энергию мамы. И ему тогда комфортно и очень хорошо. А как мама делала эту куколку? Она брала кусочек ткани, зажигала свечу, молилась, пела песню. И начинала сворачивать эту ткань. То есть она даже, вот я прочитала, что правильно, сворачивали ткань, потом ее разворачивали, потом опять сворачивали. То есть кукла – это прообраз человека на земле. А у человека есть не только физическое тело, но у него есть еще и тонкие поля. И когда мама сворачивала, потом разворачивала, она как бы этим самым создавала вот эти вот кукли, тонкие поля. Все тела. Да, все тела. А потом брала красную ниточку обережную и привязывала ему куточек этой куклы. И наговаривала, нашептала. Бабушки наши всегда шептали. И что она нашептала? Она желала своему малышу быть здоровым, красивым, добра, счастья, любви, хорошего настроения. Ну, в общем, все, что она ему желала, она завязывала вот эти узелочки и как бы вот все пожелания в этих узелочках были. А к этой кукле Владимир Руднев написал просто вот замечательное стихотворение. Мне оно очень-очень нравится. Такое вот нежное, доброе. Угасло солнце око. Уж ночь пришла давно. А в домике далеком все светится окно. Хозяйка напевая, наверное, неспроста, старательно свевает маляшку из холста. Связала, покружила, танцуя в тишине и тихо положила в лукошко на окне. А утром в леском солнце и лучиков ресниц окрасила оконце под первый щебет птиц. Хозяйка улыбнулась прелестно, как весна, и куколка очнулась от кукольного сна. Лежит себе в лукошке сияюще бела, росточком в две ладошки, уютно и мила. Привезапичный гномик, посмейся, попляши, я обживаю домик для маленькой души. Очень красиво. Следующая кукла у нас куколка-помощница. Вот ее, эту куклу мама делала дочке, когда учила варить ее кашу. Мы как бы переходим сейчас плавно, твои куклы показывают образ взросления ребенка с самого начала, в сути по статье женщины, и в том числе воспитание, рождение, воспитание детей. И вот дальше идут куклы, которые это показывают у тебя, да? Да, да. Вот куколка-помощница, она такая смешная, но тем не менее вроде простая. Мама брала мешочек обычный льняной, туда насыпала крупы, перевязывала этот мешочек и обязательно делала красной ниточкой пояс, завязывала, показывала, как бы обозначала шею куколки, ну, могла ее украсить, сделать, да, какую-то платьицу. Вот. И куколка была ростом с чугунок. А девочка знала, что дочка знала, что пояс ей надо насыпать крупы, по шеечку водиться, и тогда получится целый чугунок каши, да? Вот сколько мудрости получается заложено в народных традициях. Да, и в куклах тоже. Да, вот я сколько делаю, всегда прям не перестаю удивляться. Вот, казалось бы, такая простая кукла, а вот она была помощницей, помощницей девочки для того, чтобы она могла сварить свою первую кашу, приготовить свой первый обед. И вот как раз к этой кукле опять же Владимир Руднев написал стихотворение. Стихотворение, но оно большое, я не буду его полностью читать. Но опять же, девочка, мама просит приготовить ее кашу, да, а девочка говорит, а я не умею, говорит, готовить кашу. Тогда мама нежно улыбнулась, к чекуночку потянулась и достала из укромца куклу яркую, как солнце. Сарафан на ней атласный, как цветочек мага красный, голубы, как бирюза, развеселые глаза, от макушечки до ног, кукла ростом с чугунок. Стала девочка в семье делать первый свой обед. Вместе с куколкой пошли, к печке хворост принесли. Говорит малышка наша, очень просто делать кашу. Чугунок, пшено, вода и немножечко труда. Стала куколка редком, вместе с круглым чугунком. Вот пшено из туиска всыпано до пояска, а по шеечку водица, чтобы каша получиться. Наша умница малышка, чугунок накрыла крышкой, отнесла его к печи, где огонь уже ворчит. Не расплескав водицы, днем поставила вариться. Вот пшено бурлит и пляшет, вот знакомо пахнет кашей. Поскорей бы воротились мама с тетью и удивились, как их девочка в семь лет приготовила обед. Вот такая замечательная куколка, вот такое замечательное стихотворение. Да, действительно было связано с тем, что родители не могли часто присутствовать рядом с детьми. Дети ухаживали за своими младшими братьями и сестрами и уже помогали маме в хозяйстве. Замечательно. И вот следующие две куколки вот опять же игровые это Архангельская на лыке. То есть внутри у нее прям просто взят лыка, такой веничек лыка и на этом лыке сделана куколка игровая. Это Рай Карпогольская, она тоже мягкая очень. Эти куклы как раз делались для девочки лет семь. То есть каждому возрасту соответствовала определенная кукла. То есть не бралась вот как сейчас мама купила и ребенок играет и в 3 и в 5 нет. Каждому возрасту соответствовала определенная кукла. То есть через куклу ребенок познавал мир девочка обыгрывала вот эти ситуации жизненные ситуации. Если ребенок играл то его никогда не отвлекали от игры. То есть он обязательно должен все ситуации проиграть как бы до конца. Ну я когда смотрела на этих кукол они для меня они танцующие поэтому я как бы взяла стихи вот опять же Розы Шорниковой вот мы около Архангельской с Полиной Трухановой фотографом положили листья еще была осень листья кленовые желтые я вдруг увидела что моя кукла танцует тут она расправила свои руки и закружилась вихарем вот этого танца и жар птица осень ты так красиво скажи откуда берутся силы сжечь огнями сырое небо наполнить с нами седое небо жар птица осень не отвечала она под солнцем смеясь светала повырковалась зарей беспечно не показалась она навечно но притомилась моя царица взяла в дорогу глоток водицы куплет прощальный мне тихо спела искрой блеснула и улетела ну это вот возникла такая вот у меня ассоциация осени архангельской куклы а вторая конечно куколка я ее вот такой родник кукла карпогольская потому что через куколу я черпаю знания знания наших предков это мой родник которому я преподаю вот если у меня появляются какие-то вопросы я начинаю там искать и там и знакомлюсь с мерой длины которая была на Руси и там же с теми же деревьями что какую силу деревья дают нам поэтому кукла это мой родник где-то там далеко за туманной звездой есть источник с живой сорняковой водой в нем прозрачные капельки плещут звеня словно песни свои подзывают меня наклонюсь я на ним будто что-то ищу и ладони тихонько в него опущу и такая вдруг тишина и покой я прикрою глаза еще влажной рукой чтобы снова живительный образ возник и пока я дышу несяк родник стихи розушорниковой это вот куклы это мой мир это мой родник мои знания которые я получаю через куклы это то что куклы для тебя значат ты сейчас и получается что куклы это не только игрушки как сейчас принято понимать но куклы это очень мощный сакральный инструмент даже магические можно сказать мудрости я знаю что у тебя еще есть такие любимые куклы о которых ты хотела бы рассказать да это наверное может быть такие немножко сказочные герои но я их очень люблю это например корова зиму корова зиму это тоже богиня может быть она у меня конечно не получилась такой богиня я просто сделала корову а потом прочитала в одной из славянских историй может быть это история былина что корова она расплескала свое молоко и получился влечный путь и есть созвездие коровы зиму это малая медведица и я прочитала что женщины раньше Рязанской области долетали до этого созвездия до созвездия коровы зиму так как есть в Рязанской области поэтому мне это очень наверное близко стало и у женщин даже были такие уборы кички и у них они были рогатые это связано с тем что женщины долетали до этого созвездия ну не знаю может быть это были но вполне вероятно такая история просто не факт что в теле долетали долетали мыслью душой духом связь какая-то была ну да я тоже думаю что конечно что это не тело наверное все-таки это было душой долетали до созвездия имели связь просто с тем созвездием которое было родным да созвездия родным и еще так вот я прочитала что это было за 16-ти мирным пространством то есть представляешь как далеко своими мыслами своей душой могли долетать рязанские женщины очень бы хотелось бы путешествовать но возможно не только рязанские возможно корова зимун она мать все-таки и наконец славян и наша мать общая но это отразилось в костюме рязанских женщин ну они сумели они сумели об этом рассказать и передать в костюме чтобы и другие тоже это знали на самом деле я тоже знаю что да корова зимун это наша прародительница это то место откуда мы пришли на землю ну и продолжение женской сути женской ипостаси я знаю что у тебя тоже еще приготовлены интересные куклы но это вот я недавно их сделала еще у меня появился еще третий образ это баба-яга вот не знаю почему но я мне очень нравится этот образ и вот как-то вот он меня наверное задел зацепил вот баба-яга и вот тоже опять же я прочитала такую прям интересную блин историю что баба-яга еще к ней обращались Евгения матушка представляешь какая красивая Евгения матушка сразу возникает образ женщины доброй она эта женщина она собирала детишек сирот и воспитывала их и передавала им вот эти медические звания я еще слышала о том что она была молодой и красивой девушкой на самом деле да да нет ну да я согласна я вот ее даже вижу в таких красных спагах в общем-то я даже мне вчера когда смотрели ей сказали а почему они у вас не такие страшные я говорю почему моя баба-яга должна быть страшной это женщина это добрая женщина поэтому ей доброта должна быть любовь любовь к детям забота об этих детишек у которых не стало родить еще нужным она же еще и педагог она передавала им вот эти знания и она баба-яга у меня держит букет букет с травками она не знала какие травки могла лечить женщина такая вот тоже опять же богиня 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 матушка получается очень многие знания с какой-то целью изменены образы очень многие тоже изменены сейчас открываются новые вернее наоборот старые знания забытые знания которые показывают совсем другой волшебный сказочный красивый нужный мир и ты сумела это передать и в своих куклах и сегодня в нашей удивительной беседе я так понимаю что уже пора нам завершать нашу программу что бы ты хотела сказать в завершении ну я хотела бы сказать чтобы каждая женщина опять же стала берегением занималась творчеством просто через творчество к нам приходят знания знания наших предков мы по-другому начинаем чувствовать этот мир ощущать появляется вот не знаю для меня вот просто вот с этой выставкой оно какое-то пространство мне кажется изменилось и куклы у меня кажется даже они стали другими вот я даже стала делать как-то куклы мне кажется они как-то заиграли заблестели они стали появляться у меня в пространстве я их стала видеть вот они стали у меня проситься чтобы они вот я их привела в этот мир просто когда женщина еще делает кукол со своими детьми то есть ты знаешь какая взаимосвязь мамы и ребенка то есть ребенок опять же с мамой он через маму знает о каких-то традициях он общается с мамой и творческие энергии это же очень самые светлые самые сильные энергии и через эти энергии дом наполняется и любовью и женщина даже вот знаешь я вспоминаю когда ко мне пришла одна девушка у нее очень были сильные такие проблемы в жизни и она пришла ко мне и я даже не знала чем ее успокоить как успокоить ее хотя женщина очень сильная я даже удивлялась я так чем могу помочь и вот мы сделали опять же куклу причем сделали куклу долю ты знаешь вот человек изменился человек настолько изменился поэтому делайте кукол занимайтесь творчеством и с любви и света чтобы наши дома наполнялись любовью светом и приходите на выставки Натальи Задонской твои выставки они уже становятся традицией они проходят у тебя в одном месте или где-то в разных местах вот об этом тоже нужно рассказать слушателям первая выставка она прошла в компьютерном центре города Троицка центр Байтик но я тоже очень рада потому что там в основном занимаются компьютерами мне хотелось чтобы элемент творчества был вот в этом месте в таком компьютерном царстве и сейчас вот в библиотеке 108 улица Привольная 21 Жулебина но мне очень приятно когда мне сказали одни и те же слова что выставка она меняет пространство вот удивительно что люди почувствовали почувствовали то тепло то любовь которую мы я и мои друзья старались передать зрителям слушателям всему миру вот одни и те же слова что поменялась атмосфера то есть они принесли тепло и даже в Бальтике в компьютерном центре как бы и очень даже не хотели расставаться с этой выставкой мне было это приятно что все-таки мы сумели передать любовь любви зрителям благодарю тебе Наталья благодарю за твой труд за твой чудесный сказочный посыл любви который ты притесла и нашим слушателям сегодня и в нашу программу в мою программу пространство женщины я желаю от души тебе творческих успехов я желаю тебе создания волшебных сказочных несущих любовь кукол добра тебе и здравия спасибо Леночка мне очень приятно что ты ко мне пришла я очень рада тебя видеть спасибо огромное сегодня мы окунулись в маленький сказочный мир традиционной куклы Натальи Задонской узнали истории знакомых кукол и познакомились с новыми и конечно же почувствовали любовь которую посылала нам сама автор Наталья Задонская я Елена Андреева и программа пространство женщины желаю вам любви и волшебства вашей жизни неожиданной кукол неожиданной кукол неожиданной кукол неожиданной кукол